здорово это домашний канал валерки и бесконечное лето и так мы прожили до 2 дня в этом лагере и теперь нас отправляют помыться умыться почистить зубы и отправиться на линейку на площадь давайте этим и займемся итак я направился в сторону помывочной на отдельный душ и туалет рассчитывать не приходилось но при виде этого веки душа загнивающего социализма причудливой черепашки с панцирем и жести множеством ног кранов и капельным брюшком мне стало несколько не по себе да душевая какая-то непонятная непонятная душевая как тут вообще если если здесь чисто тупо убываться короче то да а если принимать душ полностью на этом голым да там как все толпой все толпой окей я не был брезгливым человеком но тем не менее стоя тут понял что все же есть какой-то минимальный уровень привычного комфорта из которого жить не довольно проблематично вот ведь как бывает когда теряешь вещи которые всегда казались совершенно обыденными естественными понимаешь что на самом деле они были незаменимыми а дай черт с ним выбирать же все равно не с чего окей открыли воду вода оказалась просто ледяной если помыть руки не составляла особого труда то вот умыться или прополоскать рот ей уже большая проблема пакетики которые мне дала ольга дмитриевна не нашлось зубной щетки пальцем давай пальцем можно конечно было почистить зубы и так но в полотенце была завернута какая-то кругленькая коробочка зубной порошок прелестно плюс один за то что я где-то в прошлом окей умылся я довольно быстро в том числе и из-за ледяной воды кто-то быстро шел даже бежал в мою сторону я обернулся передо мной стояла славя в спортивном костюме на зарядку видимо на зарядочку пошла похоже то девочка будет хорошо выглядит абсолютно во всем и пионерской форме и в купальнике и наверное даже в космическом скафандре физкульт привет охай то есть бобр доброе утро вот приветствие мне удалось выбрать не сразу почему на завтрак не пришел проспал я сказала это так словно гордился своим достижением а я сказал это так словно гордился своим достижением но мне ольга дмитриевна бутерброда принесла а ну отлично тогда не забудь про линейку да конечно забудешь тут ладно я побежала не скучай она помахала мне на прощание скрылась за поворотом тропинки судя по всему линейка начнется через пару минут стоило быстренько забежать домой закинуть пакетик с умывальными принадлежностями съесть бутерброда и только уже потом идти на площадь и это все надо успеть короче за пару минут окей я распахнул дверь домика вожата и вбежал внутрь так как будто запрыгивал в последний вагон уходящего поезда но кажется это было не лучшим решением посреди комнаты стояла ольга дмитриевна опа попался а и переодевалась воу воу я настолько копанный стараясь даже не дышать наконец уважает и заметила меня семён я тут же отвернулся случаться надо теперь вон окей да неудобно получилось хотя зрелище мне пришлось по нраву еще бы через минуту вышла и ольга дмитриевна вот держи теперь это и твой дом тоже а ключи дала она протянула мне ключ по звуку я понял что дала ключи я положил его в карман дом конечно если опустить всю фантасмагоричность происходящего этот лагерь был далеко не самым плохим местом на земле но назвать его домом его за день проведенный здесь лет я смогу это сделать даже спустя год ладно пойдем опаздываем а как же бутерброды поеда как же и да по дороге съешь мы шли вдоль домиков пионеров я уплетал бутерброды с колбасой ольга дмитриевна трещала безумолку ву-ву-ву-ву как трансформатор но меня не волновало ничего кроме еды понял а ты не слушаешь простите сегодня начинается твоя новая пионерская жизнь и ты должен приложить все усилия чтобы она стала счастливой а да конечно я серьезно у пионера много обязанностей на него возложена большая ответственность участвовать в общественной работе помогать младшим учиться учиться еще раз учиться мы все тут как одна большая семья и тебе предстоит стать ее частью до частью я готов даже расписаться в партбилете лишь бы не слу не слушать этот бред надеюсь по окончании смену тебя станут и самые лучшие воспоминания о нашем лагере воспоминания на всю жизнь когда когда смена заканчивается что ты постоянно всякие глупости спрашиваешь похоже ответов от нее не не добиться а жаль этот мир кажется дружелюбным вот представиться он так и не соизволил не соизволил возможно сейчас я отношусь к этому несколько спокойнее чем вчера как будто у нас с ним негласное перемирие он не трогает меня но и мне запрещено задавать какие-либо вопросы конечно ситуации не из приятных но что мне остается плохой мир лучше доброй ссоры самое главное для себя использовать время которое ты проведешь здесь с пользой я постараюсь честно говоря этот разговор меня сильно утомил узнать хотя бы где это здесь находится но мы пришли на площадь пионер уже выстроились в шеренгу а что еще а что еще не все пришли да вроде все она кинула взглядом свой бравый пионер отряд ладно иди становись странно почему тогда она мне сказала что больше спальных мест нет пока вожата рассказывал о плане мероприятий на неделю я смотрел присутствующих так давайте мы присутствующих сделаем на превьюшку превьюшку пока что может в дальнейшем может чем-нибудь и еще появится но пока так в паре человек от меня стоял электроник чуть дальше лена и славя а в самом конце ульянка и алиса все знакомые здесь ольга дмитриевна говорила про какие-то спортивные соревнования а я уставился на памятник гента не удавалось не удавалось вспомнить ни одного революционера с похожей фамилией да и поза у него какая-то странная как будто смотрит на происходящее с недоверием может быть перенебрежением или даже надменностью наверное какой-то местный деятель о чем мечтаешь славя вы у меня из раздумий рядом стояла ольга дмитриевна запомнил план на неделю план план я никогда не забуду вот и отлично она посмотрела на славю принесла славя протянула мне какой-то листок это обходной лист тут четыре позиции за сегодня тебе нужно везде отметиться во первых записаться в клуб они у нас в здании кружков и отдельно музыкальный во вторых в медпункт зайти ну и в третьих в библиотеку все понял? да обходной оказался неплохой возможности что-нибудь выяснить так как в этих локациях я еще не бывал тогда давай начинай прямо сейчас а как же обед? ничего страшного я тебе еще бутербродов принесу обходной лист важнее удачи тебе они ушли так быстро что я и слова сказать не успел пропустил завтрак теперь и обед придется кстати мы с Лавей уже встретили несколько раз ключи почему он не отдает или забыл да что же это такое впрочем может успею как-нибудь обед в час хотя если я пойду есть то могу не попасть в какое-нибудь место из списка ладно пока все равно в столовую идти рано итак у нас можно тут выбирать места площадки так окей говорили у нас про кружки изначально давайте отправимся кстати смотрите не маленькая да такая локация старый корпус тут есть остров ближний остров длинный буйки пляж лодочная станция окей кстати не знаю может по лодке можно уплыть отсюда стоянка окей давай общие кружки я направился к зданию кружков по вроде говоря мне никогда особенно не нравилась общественная работа в школе всегда под любым предлогом пропускал субботники в институте не было ни малейшего желания вступать в студенческий союз а совет союз меня не интересовала секция бокса авиамоделирования или кройки и шитья так что судя я пришел лишь с целью отметиться окей так фига тут планировка самолетов всякое моделирование самолетов что ли самолетики магнитофон компьютер компьютер тут стоит окей в нужде никого не оказалось я словно оказался в берлоге юного робототехника повсюду валялись провода нехитрые платы микросхемы на столе стоял осциллограф да тут кто-то очень любит самолеты короче я смотрю из соседнего помещения послышались голоса через секунду в комнату вошли двое пионеров а понятно электроник еще какой-то незнакомый в одном я узнал электроника второй же мне был незнаком привет семён а мы тебя ждали кажется он знает все и обо всех так чего меня ждали ну как же ты пришел в наш клуб кибернетиков записываться так он не дал мне ответить здесь познакомься это шурик он у нас главный шурик да ладно шурик а вас в клубе а вас в клубе этом только двое я так полагаю ну может считать что уже трое так окей давайте мы шурика тоже сделаем на превьюжку окей шурик подошел ко мне и уверенно протянул руку его лицо почему-то казалось знакомым добро пожаловать даже очки также поправляет как в фильме уху давай я тебе тут все покажу ты не стесняйся располагайся да нет ребята я вообще-то всегда рады новым членом он сказал это так что в голове у меня невольно заиграл гимн советского союза удивительно но я еще помню слова в первом классе у меня была тетрадка с текстом гимна на обратной стороне да нет мне бы просто обходной лист подписать у меня по моему кстати тоже была тетрадка с гимном ээээ российской федерации на обратной стороне вроде как я не помню вроде была да так ты к нам запишешься а мы тебе а так ты к нам запишись а мы тебе его подпишем окей он хитро улыбнулся я уже подготовился к длинному и нудному разговору как вдруг кому-то кто-то вошел папа я вернулся и увидел Славю а Семен надеюсь они тебя тут не достают она строго посмотрела на будущих светил отечественного работостроения а то я их знаю они могут да понимаешь на самом деле мне будет просто обходной подписать я решил воспользоваться ситуацией так это не проблема давай сюда Славя взяла листок и подошла к Шурику подписывай ну подожди мы еще не закончили у него же очки запотели и он посмотрел на него так что возражающий Урик не решился он поставил свою законе я поблагодарив Славю чисто и совестно направился дальше окей так кружки у нас готовы так идем в музыкальный кружок музыкальный клуб небольшое одноэтажное здание располагался поводаль от остальных построек лагеря не раздуманную я открыл дверь и вошел внутри меня встретил настоящий оркестр барабаны гитары и даже рояль прикольно да вот музыкально и прикольно музыкально прикольно на смотри там это бас или электрогитарным скорее всего электрогитара потому что у вас гитары у них там меньше струн по моему идут акустика рояль барабаны всякие да музыкально это прикольно а некоторое время я внимательно изучал музыкальные инструменты хотелось понять из какого они примерно временного периода но неожиданно под рояльем послышалось копошение вау девочка кажется что-то ищет она стояла на четверниках такой пикантной позе что я не сразу решился начать разговор простите а кто здесь она попыталась скачать но днище рояля стала для нее непродлимой преградой ай окей с трудом но девочка все же выбралась извини что напугал да ничего вижу тебя обходной новенький а новенький значит а да меня миг мику зовут или мику мику наверно скорее всего нет честно честно никто не верит меня правда так зовут просто у меня мама из японии папа с ней познакомился когда строил там ну то есть не строил он у меня инженер короче атомную станцию или плотину или мост ну неважно она говорила с такой скоростью что половину слов просто проглатывала а я семён отлично и хочешь нам в клуб вступить правда это пока одна но с тобой нас будет двое ты на чем-нибудь играть умеешь уже в период моего от отшельничества я купил гитары и выучил пару аккордов но потом забросил и как и все на что требовалось больше нескольких часов знаешь я к это не планировал особо да ладно тебе я тебя научу играть хочешь на трубе например или на скрипке я на всем умею честно честно спорить с девочкой мульти инструменталистом бессмысленно так как в ответ наверняка последует еще одна пулеметная очередь из слов я подумаю пока не могла бы ты подписать да 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 конечно давай ты заходи не стесняйся я еще и пою хорошо послушаешь как я пою японские народные песни ну или если не нравится может что-нибудь из современных шлягеров обязательно а сейчас не пора извини конечно приходи непременно окей заводная девчуша такая окончание ее фраза скрылась за закрытой дверью с одной стороны неплохо вечерком посидеть по бренчать на гитаре но в такой компании я повернулся собираюсь уходить и столкнуться нос к носу с алисой сейчас опять будет наверно не кунг-фу приемы тут показывать спину она недобро посмотрела на меня зачем пришел обходной подписал до свободен алиса вошла внутрь а я поспешил покинуть то место именно такая борзая просто дикая так окей а куда там мне сказали медпункт давайте медпункт что я забыл в медпункте здоровье вроде не шалило тем более местный свежий воздух явно пошел не на пользу чувствую себя куда более бодрее чем обычно но раз надо так надо я вошел погнали так обычными пункт у нас школе был примерно такой же опа за столом сидела женщина средних лет опа мисс миссис . очевидно медсестра она пристально оценивающе посмотрела на меня и продолжила что-то писать ну здравствуй пионер сказала медсестра не отрываясь от своего занятия добрый день мне бы вот ты присаживайся я глядел комнату глядел комнату что это за это не на картинке вот это не человек какой-то гуманоид смотри гг это 5 автор жуж сука что это вообще просто же окей на кушетку так дай-ка я тоже сделаю превьюшку я сел раздевайся все это наговорила совершенно ровным тоном зачем смотреть тебя будем слушать здоровье проверять меня кстати зовут виолетта но ты можешь взять меня просто виолой виола как как этот по-моему есть сыр который намазывается на булку короче виола вроде или масло она повернулась мою сторону ну ничего себе ну чего сидишь раздевайся да я не жалуюсь ни на что мне бы вот неаккуратно протянул ей листок потом она сняла 6 стетоскоп и кажется намерилась меня им и препарировать но тут дверь постучали медсестра не хотя не хотят ответила входите моментально дверь распоткнулась в комнату влетел электроник здрасте я тут это на футболе упал глупости конечно я бы и так но меня ольга дмитриевна в электроника под глазом красовался здоровенный фигнал фигнал фингал как я еще это выговорил что-то я сомневаюсь что такое можно заработать на футболе садись сейчас посмотрим сказала на ему а ты давай сюда свой обходной и сестра быстро подписала вы продолжила если что заболит сразу ко мне пионер я не стал ничего отвечать и вышел закрыв за собой дверь ну да вот такой медсестры я тоже проверился медсестра здесь конечно еще то так окей библиотека библиотека вообще я конечно любил читать но просиживать днями в библиотеке при нынешних обстоятельствах моих планы не входило так что этот чекпоинт стоило пройти побыстрее окей когда я зашел внутрь у меня в голове всплывал воспоминания из детства так смотри библиотека библиотека у нас что у нас тут статуя ленина до статуэтка книга учитель близкий товарищ друг сражаться чё пионер учись сражаться за дело рабочего класса окей оно было очень ярким мне лет 7 или 8 мы с вами библиотеки пока она выбирает какие-то книжки которые мне понадобятся для учебы я сижу и разглядываю местную подборку комиксов когда я не знал почему их здесь так много и почему нельзя забрать часть домой понятия коллективной собственности в том возрасте для меня не существовало впрочем как и понятие собственности вообще тем более странным показалось это воспоминание сейчас когда я находился в том самом отдельном взятом пионерлагере где коммунизм так и удалось построить за три года советская символика была буквально повсюду на полках стояли книги в основном соответствующей тематике читать я их никак не планировал знакомство с полным собранием сочинений маркса одна из последних вещей на земле которая могла бы прийти мне в голову где же библиотекарь надо ее от найти ее оказалось не так уж и сложно дрыхнет я пригляделся короткая стрижка толстые очки довольно приятное лицо она так мило спала что мне совсем не хотелось ее будить пожалуй подожду если через полчаса не проснется тогда уж что поделать просто так сидеть было скучно я взял с первую попавшуюся книгу артур шопенгауэр мир как воля и представление открыл примерно на середине начал читать жизнь человека с ее бесконечными трудами нуждой и страданием следует рассматривать как объяснение и парафраз акта зачатия то есть решительное утверждение воли к жизни с этим связаны и то что человек обязан природе смертью и из тоской думает об этом обязательстве короче мы до визуальной книги в визуальной новелле читаем книгу что-то новенькое игру в игры которые находятся в игре игру в игре мы уже играли а вот книгу в книге мы еще не читали окей разве это не свидетельствует о том что в нашей жизни заключена некая вина и тем не менее периодически расплачивая смертью зарождение смерти мы всегда существуем и испытываем все горести и радости жизни попеременно когда ни одна из них не может нас миновать таков результат утверждения воли к жизни при этом страх смерти который несмотря на все страдания жизнью удерживает нас в ней становится в сущности иллюзией но столь же иллюзорно и влечение заманившие нас в жизнь объективное выражение этого соблазна можно увидеть по обращенных друг на друга страстных взглядах влюбленных они есть чистейшие выражения воли к жизни в ее утверждении как она здесь коротка и нежна она хочет благополучия спокойного наслаждения тихой радости для себя для других и для всех дверь постучали окей я быстро закрыл книгу положил ее на место какая отличная привычка стучать надо и мне взять на вооружение в этих вошла лена ой привет я улыбнулся привет а я вот книжку пришла отдать у него как было унесенной ветром который я видел вчера ой а женя спит тогда я попозже зайду уже не сплю а я люблю на посмотрю сторону библиотекарша она сидела за столом пристально наблюдала за мной как она сидит за столом если она стоит не за столом а тебе чего небо обходной давай библиотекарша быстро расписалась и протянула мне его вид у нее был такой что продолжать разговор не возникло никакого желания лена подошла к ней отдала книжку а я поблагодарил женю и вышел окей и так я собрал собрал все подписи следовательно надо зайти к ульге дмитриевне чтобы отдать листок вожата сидела возле домика читала книжку вряд ли она сама соответствовала образу идеального пионера которого хотела сделать из меня видимо все ее обязанности это произносить пламенные речи на линейке отчитывать ульяну и принимать деятельность а деятельное участие в моем физическом и идеологическом воспитании вот я протянул ей обходной она не читая сунул листок карман отлично значит можно было самому за всех расписаться и вообще никуда не ходить молодец ну как познакомился с нашей медсестрой да почему-то от этого вопроса у меня мурашки по побежали по коже какой кружок записался да пока не в какой нужно подумать ну что же ты так завтра обязательно запишись куда-нибудь конечно все непременно ладно пора уже и на ужин идти уже на ужин них и на себе ну наконец-то я уже проголодался окей вместе с луги дмитриевны мы направились к столовой я посмотрел на небо и отметил что солнце уже начало садиться так на кольце стояло несколько человек алиса электроник блин опять это алис ульяна и славя когда мы подошли я услышал о чем они говорят и больше не называй меня два чё а то еще получишь да не завал я тебя тебе показалось называл называл я все слышала на тебя вообще там не было а вот и была я в стаксе дела хватит вам прекратите значит электроник все значит электроник свое ранение и на футболе получил но это естественно однако как хорошо его месяца подлатала от фенгала не осталось и следа только дмитриевна пошла к ним и пыталась выяснить что происходит что вы тут ругаетесь алиса сыроежкину в глаз ничего я не делала алиса обиженно фыркнула и зашла внутрь ладно пора ужинать окей последним столовой вошел я как всегда чё похоже свободных мест осталось не так много вдалеке виднелось несколько незанятых стульев рядом с алисой но лучше поголодать недельку чем рискнуть сесть рядом также свободно было рядом с ульяной но я не сторонник китайской традиционной кухни и ем все что ползет и наконец свободный столб рядом с мику если выбирать из трех зол не возражаешь если я здесь присяду ой да конечно то есть нет не возражаю то есть да и садись конечно я сел сегодня смотри гречка ты любишь гречку и вареная курица я вообще курицу не люблю ну то есть не то что не люблю но если вы меня спросили что мне больше всего хотелось то без строганов или рагу нет может быть просто котлета или рамштекс ты любишь рамштекс я люблю рамштайн я люблю рамштекс я не особо приветливый а я не особо привередливый приветливый окей это сучья правда понятно но вот десерты знаешь мне здесь не очень нравится я мороженое люблю ты любишь мороженое особенно пломбир 48 копеек но и ленинградская тоже ой прости я все о себе 48 копеек и ленинградская кстати офигенное мороженое мне тоже оно нравится может ты больше эскимо любишь нужен в компании этой девочки начинал превращаться в пытку я по характеру такой человек что не могу просто так игнорировать собеседника даже ее мы все же за одним столом сидим знаешь я даже купила вафельный рожок начала есть а там внутри шуруп представляешь настоящий такой шуруп или болт я честно говоря в них не разбираюсь шурупы это которыми закручивают гайки а болты то такие которые отверткой да думаю если бы проводился чемпионат по скоростному поеданию пищи одно из призовых мест точно достался бы мне ладно я пойду а тебе приятного аппетита я встал и направился к выходу мику что-то попыталась сказать мне след но и слова потерялись в шуме толпы чересчур громко ужинающих пионеров окей выйдя из столовой я сел на ступеньки решил подождать пока превратить переварится ужин я просто сидел и смотрел как на лагерь опускается ночь и все было таким живым днем громкий детский смех веселые крики суета и беготня шум и гам спортивные игры и купания на пляже с наступлением темноты соменок резко преображался дневные звуки сменялись тишиной которую лишь изредка нарушали сверчки и ночные птицы лагерь засыпал каждой тени можно было узнать кого угодно привидение лешего просто дикое животное но никак не пионера все это я понял еще по вчерашней ночи местные жители строго следовали заведенному распорядку дневной лагерь во власти людей ночной же скорее сил природы чё там кто-то легонько похлопал мне по плечу я обернулся это был электроник пойдем в карты играть в карты да я игру новый придумал интересную и какую же ну надо сначала карты найти потом расскажу так ищи в чем проблема они есть только ульги дмитриевны а она мне не даст почему ну в прошлый раз на крыльцо вышли вожатые славя а на крыльцо вышли вожатые славя только дмитриевна а семён как раз хотел вас карты попросить я вообще-то зачем мы игру новую придумали не от ты что за игра будут карты я покажу ох не нравится мне эта идея но раз и семён зато наверное ничего страшного да я вообще-то давай я с ним схожу принесу а давайте я с ним схожу принесу сказала славя окей так пойти за картами славе ну пойдем прогуляемся если ты не против конечно пошли погнали погнали за картами мы направили сторону домика вожатый где-то на полпути славя вдруг остановилась ой я же совсем забыла что карта у меня очень вовремя а где твой домик да тут рядом пойдем так чет чем-то тут попахивает мы подошли к домик который на самом деле больше напоминал вагончик лаж подожди тут минута я сейчас минуту ждать не пришлось она вернулась через пару секунд вот славя показала мне довольно потрепанную колоду карт карплюан и небось жульничать не спортивно а уж жульничать не зная правил игры пойдем пойдем окей ладно на обратном пути решил поговорить с ней в надежде что нибудь выяснить это давно приехала уже неделю здесь понятно сама откуда я севера а поточнее холодного севера севера отлично она посмотрела на меня и улыбнулась кажется никто в этом лагере не хочет отвечать даже на самые невинные вопросы я решил действовать по-другому а что тебе нравится в смысле ну твои увлечения а я природу люблю странно но сейчас она почему-то немногословно природу ясно хочешь стать натуралистом скорее краеведом всегда интересовалась историей родной страны это действительно похоже на нее казалось из всех местных обитателей она единственно кто не скрывал в себе никаких загадок а вдруг я тоже как-то сюда забросил она просто как и я не может никому доверять до конца я решил прощупать почву а почему ты именно в этот лагерь приехала родителям путевку на работе дали опять облом ну предположим если бы у тебя был выбор здесь хорошо и думаю что выбрала бы какое-нибудь другое место здесь кажется что ты становишься каким-то другим человеком мне такого совершенно не казалось смысле другим ну столько возможностей столько мы можно научиться столько людей узнать сейчас она рассуждала как вожата и это меня насторожило я решил пока прекратить расспросы окей когда мы вернулись ольга дмитриевна сказала славе я же вспомнил что карту у тебя да ничего мы принесли ну и отлично славя и ольга дмитриевна зашли внутрь я уже собирался последовать за ними как вдруг что-то резко дернуло меня за руку это была алиса что на что она все докапывается осмотрела так что у меня мурашки побежали по спине тебе что нужно осторожно спросил я кто тоже планируешь участвовать в этой дурацкой игре ну да что такого нет ничего она уже собиралась уходить на вдруг обернулась именно посмотрела на меня улыбнувшись а в карте это играть умеешь умею немного я никак не мог понять что и от меня нужно дурака небось и все это как будто звезда покера ну в принципе да значит тут у тебя шансов никаких почему покачано то есть ты правило знаешь конечно ну значит у тебя будет преимущество я не видел смысла дальше продолжить этот разговор и сделал несколько шагов по направлению к двери что ты все уйти-то пытаешься о чем собственно еще говорить давай поспорим ты про что какой же ты тупой про карты про что же еще и каков же предмет спота спора что я тебе обыграю но это самый вероятный исход спокойно согласился я значит боишься не не боюсь просто не привык спорить когда не уверен и рисковать и тоже не привык сама наблюдательность просто таки ладно тогда я нет уж ну что еще а бессильно вздохнул я алиса начала мне надоедать свои пустой болтовни про какой-то бессмысленный спор если согласишься спорить я всем расскажу что ты ко мне приставал что что слышал да пожалуй вполне может но это же глупо тебе никто не поверит я всего не полных два дня здесь да и к тому же хочешь проверить ну предположим и что будет если я выиграю я никому ничего не скажу а если проиграю какой же ты тупой расскажу что ты ко мне приставал говорила же уже же это очень не знаю что не в голове то есть получается мне нужно доказать что я не делал того что не делал и так считай как хочешь передо мной стал непростой выбор с одной стороны было глупо соглашаться я не знал правил да и азартные игры не были по моим коньком с другой стороны она вполне могла сильно осложить мою жизнь в лагере хотя можно ли ей верить даже если я выиграю не притворит ли она в жизнь свои угрозы так что решил я уже собирался ответить как у меня из-за спины бесшумно вынырнула лена чего тебе ничего я спешно спешно зашла в столовую ну так окей поспорить не поспорить ладно давай поспорим окей возможно я еще сто раз пожалею об этом ладно идет она улыбнулась только если я выиграю надо все честно без обмана алиса поделась по лесу и вошла внутрь зачем я во все это вязался может быть уверил уверился что она в любом случае найдет как мне жизнь испортить раз уж решила эти желоб заткнул и дался за ней в столовую окей окей направились за и не в столовую сохраняемся и на этом будем заканчивать вот дорогие друзья в карты начнем играть уже следующей серии кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу в контакте плейлист с прохождением игры будет внизу в описании и с вами был валерий всем пока субтитры сделал DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok